Привет, я Аня и ты на канале Magic Family, и сейчас я наконец-то еду забирать своих собачек с каникулы бабушки. Если вы видели прошлый наш эпичный влог, как они меня догоняли, как они меня не хотели отпускать, то вы поняли, насколько редко я с ними расстаюсь и насколько мне тяжело без них. Но я поехала в Москву на фестивале Video People и Видфест, и два дня была там. Кто следил за моим ВКонтакте и Инстаграмом, видел, что на Видфесте и Видеопипл я познакомилась с самыми разными блогерами, кого-то я уже видела раньше и встречалась с кем-то, я познакомилась первый раз. Но самое главное, почему я поехала на Видфест, это для того, чтобы наконец-то увидеться, встретиться со своими подписчиками. И эта встреча была для меня очень классной. Раньше я встречалась со своими подписчиками только случайно, где-то на улице, или они приходили ко мне домой в моем городе, который живут. Но в этот раз я наконец-то увидела их в большом количестве. Эта встреча реально останется в моем сердце. Это было так круто, это было просто незабываемо. Ребят было так много, и все они дарили подарки, фоткались со мной, брали автографы. Мы попытались как-то немножко хотя бы общаться, но ведь всех было очень много, и с каждым не успеешь пообщаться. Мы обнимались, и многие сказали мне, что я намного милее в реальности, чем на видео. А еще то, что я такая маленькая и худенькая, и кажусь в видео намного больше и выше. Мне было безумно приятно, и так тепло на душе увидеть тех, кто смотрит мои каналы, услышать их, пообщаться с ними, пофоткаться. Но самое обидное, наверное, для меня было то, что на Витфесте было столько много народу, что было невозможно встретить каждого. Кого-то я встречала по пути, кого-то я увидела именно толпу такую, и они кричали, прям когда мы стояли в лаунже на крыше снизу. Аня, Аня! Потом я к ним вышла, и просто было невозможно встретить всех. И некоторые мне писали, Аня, я здесь на Витфесте, где ты? И получается, что многие меня не увидели, не встретили. И я тоже очень огорчена этим, но я надеюсь, что у нас обязательно будет еще одна возможность встретиться, пообщаться. Может быть, даже именно на фан-встречи специальные, без всяких фестивалей. Спасибо реально от души, от сердца всем, кто пришел, и всем, кто смотрит наши каналы. Ну, а сейчас я еду за своими песиками, посмотрим на их реакцию после, пусть и не такой долгой, но все-таки разлуки. А также я, возможно, покажу подарки, которые подарили. И вообще будет опять влог с каникулы бабушки, так что подписывайтесь на канал, если ты тут впервые, у нас всегда интересно, и поехали! Кто это? Кто это? Кто приехал? Кто приехал? Кто приехал? Да, да, мои зойки. Да, мои зойки. Да, мои зойки. Мои зойки. Кто, мамуля, приехал. Все, 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 мои зойки. За волосы меня кусают. Миша, Миша, она просится на ручку. Да, да, и Чизик пришел, и Чизик. Да, Мишка, Мишка даже лижется. За подарками сходит. Все, сразу домой. Домой, домой. Миша радуется, бегает. Ведьма там в кустах скачет. Ведьма подняла уши. Она, наверное, кого-то увидела, за кого-то охотится. Какая-нибудь мышь или кто-то. Софиш, ты чего лаешь? Ведьма, уши подняла такая. Ведьма, иди сюда. Ай, красавица. Кто встречает? Кто? Кто такой радуется? Кто так радуется? Аня, ты и тут в подарках в коробочке в красивой имиджу. Да, смотри, какие бумажки. Тут написаны всякие прилагательные. Какая я умная, яркая. Часть подарков перепуталась, потому что их дарили вот так вот с копом, и я все просто брала, в руки брала, и потом они просто, мне кажется, перепутались. А вот это, кстати, кучка. Чизик, чизик. Отдай рыбку. Отдай рыбку. Отдай рыбку. Э, не Мэджик, а покемон. Это покемон, ты. Ты покемон. Дай Юмичу, наверное. Юми, давай тебе там ступень. Да? Где ты, где ступень? Юмич. Всякие письма, конвертики, я их обязательно дома все прочитаю. Еще передали очень много всяких опять лакомств, и я уже говорила, что лакомств у нас очень много, и половина лакомств поедет в приюты. Я переберу все, и мы обязательно порадуем других собачек вашими вкусняшками. Я надеюсь, вы не обидитесь на это. Мячик какой, смотри, Илайчик. Илайчик-мячик. Так, опять куча всяких маленьких мелочей, подарочков, сувернирчиков. Вот это мне девочка еще, я помню, подбегала и морковку вот такую вот подарила. Смотри, какая морковка. Смотри, какая морковочка. Морковочка. Ведьма, хочешь морковь? Ты хочешь? Ах! Ведьма убежала с морковкой. Тут куча всяких вот таких вот игрушечек. Тоже очень много лакомств, даже вот с таким вот бантиком. Короче, очень много подарков. Спасибо, ребят, большое вам. Я все их разберу, собачкам подарю, всем все передам. Чельмячи, красавица, сын и мама. Красивые какие. Илай с Юми так и продолжают свои терки. Софи. Молодец. Голос. Голос. Молодец. Мой покемон такой красивый. Ведьма взяла мячик в рот и такая ждет, когда с ней кто-то поиграет, а никто не играет. Все, Илай забрал у тебя мячик. Посмотрите на эту радость. Ведьма тоже соскучилась. Мастер. Мастер. Еще неделька-две и дом мастера зимний будет готов во всей твоей красе. Все, я пошла к Моисею. Да? Да. Такой вот сделали домик для еды, для кузочек. Барашка и Моисея. Да. Да. Моисей, красавец. Привет. Привет, зайка. Вот как у Моисея новая шерстка обросла. Вообще вот такая вот прям красивенькая сейчас у него она. Были такие плеши, а сейчас прям шерсть. Скажи, колючки на меня тут в траве напали. Надо заняться выдиранием колючек. Да. Да, красивый. Красивый. Улыбайся. Покемон меня там ждет под забором. Короче говоря, все живы, здоровы и счастливы. Для меня эти два дня были очень длинными, как будто прошла целая вечность. Я очень рада, что встретилась с подписчиками. Ну и, конечно же, я поняла, в который раз за это время, что моя жизнь без питомцев, это уже не моя жизнь. Вот такие дела. Мы скоро поедем домой. И будут еще новые видео. Подписывайтесь на наши каналы и на канал моих говорящих собачек. У них тоже, я думаю, будет скоро влог. Да? Игрызи мой нос, покемон! И увидимся в новых роликах. Пока!